Вот какой ногой шагает. Девочки, сейчас то, что я буду говорить мальчикам... Не надо обижать девочкам. Не слушайте. Я имею в виду, у вас зеркально будет. Вот, то есть смотрите. Ну так как девочки в основном делают все наоборот, можете слушать. Да. Сейчас мы все делаем под мужской шаг. С левой ноги на раз. Смотрите. Давайте сейчас просчитаем просто. Раз, вес на левой ноге. Два, вес на правой ноге. Три, вес на левой ноге. Четыре, вес на левой ноге, правая, тэп. Без переноса. Без переноса. В правой идем. Пять, правая. С этой же ноги идем. Шесть, левая. Семь, правая. Восемь, тэп левой ногой. Теперь у нас раз начинается. С левой вперед, раз. С правой, два. С левой, три. Правая, тэп. И назад мы начинаем с той, на которой мы тэп ставим. Пять, шесть, семь. Тэп. Если простым женским языком, с той ноги, на которой тэп, с той начинаем шаг. Если мужским языком, согласно счёта в бейсике. Ну, просто зачастую, как бы, восстриятие по-разному. Хорошо, поворот. Вот сейчас будем... Я люблю поворот. Итак, поворот в бачате начинается всегда с отправляющей ноги. То есть, если вы едете на машине и смотрите вправо, то рано или поздно вы едете направо. Вот, это чисто психология. Но самое в повороте. Если вам нужно повернуться влево, то вы должны дать направляющей посмотреть влево. В первую очередь. То есть, вот, вы начинаете поворот. В данном случае у нас нету точки, которая называется партнёр или партнёша. То есть, мы сейчас на зеркало работаем. Соответственно, в зеркале мы сейчас себя видим. И мы должны себя увидеть, заканчивая поворот. Вот это наша точка. Потому что единственный объект, который смещается одновременно с вами, в данный момент, это вы в зеркале. Вот, никто другой не сможет так стабилизировать ваш вестибулярный аппарат, как ваш партнёр в танце. Вот, вы смотрите друг на друга. Вы танцуете всегда, когда файл. У вас есть точка. Эта точка смещается вместе с вами. Смотрите. Вот, да? Вот я пошёл на поворот. Вот я на точку смотрю, да? Рыжая-то вытекает. Вот. То есть, в данном случае вы на зеркале держите точку. Ребят, хочу сразу дополнить. Обязательно, вы должны сохранить линию. Да, то есть, вы делаете поворот в той же поле линии, точно так же, как в бейсинг. То есть, вы делаете поворот, ваш партнёр идёт. Да, то есть, ваш партнёр будет стоять на месте. Будет, но это наш вопрос. Сразу, сразу хочу заметить. Корпус, если вы сейчас оставите вот там, будете ловить задний ряд, будет ловить передний. Вот. Если вы отдадите корпус вот так, как мы рассказывали изначально, и в поворот будете входить в такой позиции, у вас ось вашего корпуса будет перед вами, и вы сможете его проконтролировать во время поворота. Ось вращения проконтролировать. Это очень важно. Итак, сейчас мы работаем. Первое, что мы делаем? Мы подготавливаем ножку левую. Смотрите, я не ухожу далеко, потому что я смещу очень сильно свой корпус, и тем самым собью себе ось вращения. Пола колена солны. Вот, я просто развернул, да, я чуть-чуть так присевший. Теперь, на левой ноге я делаю буквально, один раз смотрим сейчас просто, ничего не делаем. Я делаю четверть поворота. Перенес вес на правую ногу и докрутился ещё пол поворота. Всё, так. Это бесповоротно. Если вы направляетесь в левую сторону, тогда в правую, здесь там вперёд, всё в левую. Если идёте в правую сторону, соответственно, левым плечом вперёд. Сразу говорю, отвечаю на вопрос тех, кто сегодня в кроссовках, в резиновой подошве, не в танцевальном ноге. Может не получиться. То есть, если не получилось, либо разуваемся и танцуем в носках, либо разуваемся и танцуем в носках. Смотрите, почему скольжение, да? Должен быть принцип скольжения. Вот здесь скольжение идёт. И тогда вы держитесь в одной линии. Просто сейчас начнётся вот такая ошибка. Это нет. Ни в ни в коем случае. Это а-та-та. Да? Ну-ну-ну-ну. Так же сразу... Правильно. Правильно, ещё раз. Скольжение. Направляющая нога, передняя полу стопа работает. И по линии, вот, перетаптывание с доворотом. У нас всё время идёт скольжение, прокрутка на одной ноге. Хотя бы четверть поворот. То есть, первая четверть, теперь пол поворота и тег. Всё. Это всё на линии. Обязательно надо закончить поворот тегом. Да? Тег обязательно представляется возле столу. Не там, не закаткой. Не вперёд, не назад, а рядышком. То есть, вы сразу подготовили ногу для того, чтобы сделать следующий шаг. Вперёд, товарищи. И лево. Теперь налево развернулись двери сломы. На правую перенесли вес. На правую довернулись в зеркало. Э-эм. Всё время в одну сторону. Обращаемся. Ребят, идём в первую сторону. На правую лень, ставь вперёд. Смотрите, ребят, я сейчас сразу хочу всем показать, потому что не один человек так сделал. Мы не делаем так. Хотя прикол клёвый, я затоплю. Может быть, мы его даже придумаем, как использовать. Но. Раз, два, и продолжаем. Продолжаем. Три. Теп. Туда же продолжаем вращаться. Давайте ещё раз. Раз, два, три. Теп. Ещё раз в левом. И. Раз, два, три. Теп. Окей. Дверка. Так же, как в твоей зеркало. Теп. Как вы видите, левая нога, да? То есть направим. На левую ногу, на правую ногу, на правую ногу, на левую ногу назад. Левая нога, и пристали. И правая нога, и идём вперёд. Концептуально, ой, я про это правильно не сказал. Ну ладно. На клуб еще и про. Ребят, концептуально есть две основных ошибки. Поворот. Выход на прямые ноги, прямые колени, да? Недопустимый. И второй момент. Вращение на носочках. Недопустимый. Объясняю, что такое... То есть смотрите, если мы говорим о классике, или мы говорим о болезе, например, то там всё идёт через верх, да? То есть вот вы выталкиваетесь и поворачиваетесь. Здесь всё наоборот на вкручивании внутрь, в пол. То есть всё, что происходит... В пол. Сейчас, секунду. 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 Подожди. Просто она моя жена. Всё закончилось. Так, на всякий случай. Понимаете, да? Смотрите. Сейчас мы работаем не на носочках. Мы работаем на передней полустопе. Обопрившись. Передняя полустопа – это вот эта часть до изгиба. Вот, все видят? Пятка не стоит на полу, но при этом она не оторвана вот так сильно. Мы не на пальчиках вращаемся. Мы практически стоим полностью на полу, только пятки у нас на весу. В общем, ребята, те, кто останется с нами, он не отстанет, пока вы не сделаете правильный. Ну, те, кто уже с нами, знают. Надо его правильный. Давайте, давайте практиковать. Поехали. Поехали. Левая направлена. Правая. Левая. Так. Брис. Ещё раз. И раз. Правая. Левая. Т. Давайте попробуем чуть-чуть быстрее сделать, потому что, чтобы вы не успевали потерять равновесие. И раз, два, три, Т. Ещё разочек. И раз, два, три, Т. Ещё разочек. И раз, два, три, Т. И ещё разочек. И раз, два, три, Т. 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 Пять, шесть, семь. Откуда-то скрип такой персовок идёт. И раз, два, три, Т. И раз, два, три, Т. А, Андрюха, это ты. Молодец. Хорошо. Сейчас пробуем под музыку. Ребята, да, ещё, повороток. Ещё один маленький момент. Повороток, пожалуйста. Партнёры, вот та же часть, я видел. Неудобно. Знаете почему? Потому что вот эта позиция, ну, она может быть как бы удобна для некоторых случаев. Это типа гордая позиция такая, да? Считается по физиогномике, что это человек уверенный в себе. А вот. Но это круто на самом деле. Мы снимаем этот стереотип. Собираем их из передних. А вот. То есть, гордость оставляем, но оставляем их из передних. Почему? Это баланс вашего корпуса. Это позволит вам заходить в поворот более устойчиво. Это уберёт вот это раскачивание корпуса в время поворота. Хорошо? Вот. И второй момент. Голова должна есть вперёд. Не вниз. Голова весит сколько? Кто знает, сколько весит голова человека? Косячек 300. Ты не? Мол, это грилен или что? А? А в повеске не значит? 12. Ну, короче говоря, много на самом деле. Ну, реально много. Поэтому, когда вы наклоняете... Смотрите, вот у вас центр тяжести, да? Он проходит вот здесь, да? Только вы наклонили, вы сразу подали достаточно большой объём веса вперёд. И вы начнёте заваливаться. Поэтому, пожалуйста, ставьте подбородок параллельный пол. Вот. Да? Ребята, это касается всех парней и девочек. Это первое, что ломает ваш волос. Вот это вот? Это вот да. Обороны держим. Хорошо, погнали. Теперь под музыку работаем. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.